Не совсем соревнования, а скорее дружеский форум. По таким девизам в Белой Холунице прошел традиционный турнир по мини-футболу среди юношеских команд. Спортсмены не только играли в футбол, но и демонстрировали умение владеть мячом. Случайный зритель не сразу поймет, что это соревнование по мини-футболу. Юные участники турнира демонстрируют мастерство владения мячом. По сути, это не просто соревнование, а своеобразный футбольный фестиваль 11-летних футболистов. То есть не победа здесь главная, а простое дружеское общение, уверены организаторы турнира. Всегда хочу, чтобы это было как какой-то дружеский форум, чтобы здесь. Понятно, что это соревнование, но чтобы мы поддерживали связи, поддерживали дружеские отношения. Потому что не исключаю, что эти наши ребята, которые здесь сейчас выступают, будут играть в одной команде через некоторое время. На призыв отдохнуть и заодно побороться за победу откликнулись команды из Кирова, Кирса, Мурыгина и, конечно, Белой Холуницы. Проводится турнир по мини-футболу среди юношей уже пятый год подряд. И он очень полезен для подрастающих футболистов. Прежде всего ребята избавляются от страхов перед соперником, и многие с этим удачно справляются, рассказывают тренеры. Кстати, несмотря на свой возраст, эти футболисты не просто бьют по мячу, а мыслят, как настоящий профиль на футбольном поле. Кто хорошо учится в школе, кто хорошо играет в футбол, но есть где-то, знаете, такая медовая идея, что было в матери пресс-либо, но у них один футболист. Но вот это вообще какой-то миф. Здесь, конечно, пункт на развитие ребенка очень важно. По итогам турнира по мини-футболу среди юношей первое место взяла команда из Белой Холуницы, второе – Локомотив из Кирова, и третье осталось за командой из Мурыгина. Дмитрий Житарчук, Оксана Савельева, Бюро новостей Давича.